Спонсор данного ролика Dark Store. Именно в Dark Store вы сможете приобрести души по самым низким ценам с монетами и случайным резким снаряжением в подарок. Также в Dark Store иногда продаются аккаунты, но в данный момент остался всего один аккаунт, советую обратить на него внимание. Еще иногда в Dark Store проходят розыгрыши душ, поэтому переходите по ссылочке в описании в Dark Store. Закупайтесь душами по самым низким ценам, как 485 человек, которые это уже делают. Ссылочка в описании. Всем Хайкс, с вами DarkX, и я продолжаю играть в Mortal Kombat Mobile и продолжаю начинать проходить башню Холодной Войны. В общем, сегодня мы с вами будем проходить первых боссов в башне Холодной Войны, но сразу коротенькая важная инфа. В описании этого ролика есть ссылка для регистрации в World of Tanks. Значит, открывайте эту ссылочку во вкладке Инкогнито, начинайте заполнять данные, чтобы зарегистрировать себе новый аккаунт, вводите инвайт-код, который также есть в описании этого ролика, и регистрируйте себе новый аккаунт с максимальной халявой в World of Tanks. А именно, 7 дней танкового премиум аккаунта, 1100 игрового золота, премиум танк Т-127 и 340 тысяч серебра. Все это вы получаете абсолютно бесплатно, регистрируясь по моей ссылке и по моему инвайт-коду. А теперь, значит, будем переходить к прохождению башни Холодной Войны. Значит, я только вчера начал здесь играть, и вот, короче, я дошел до 20-го боя. И, значит, проходил я, кстати, вот эти все бои очень странной, но одновременно мощной командой. Значит, 19 боев я прошел вот этим вот отрядом, притом отряд довольно слабенький, Джонни Кейдж 2-го слияния, Скорпион 2-го слияния, Кесси Кейдж 3-го слияния. Но еще что более странное, все это я проходил, играя за одного Джонни Кейджа 2-го слияния. То есть, 18 тысяч урона, и я в каждом бою выносил трех противников, у которых у каждого по 28 тысяч урона. Вот такой вот имбовый Джонни Кейдж. Плюс я ему там снарягу ставил на критический урон и на пробивание блока. Все было классно. Но в некоторых боях, там, где была Sony Blade Combat Cup, или была какая-то замена случайным образом, там мне приходилось поиграть еще за Скорпиона и Кесси Кейдж. Таких боев было парочка, но в основном я проходил все остальные бои, играя за одного Джонни Кейджа. Но теперь вот дошел до 20-го боя, вот такие у нас боссы. Это первые боссы в Башне Холодной Войны, и моя команда аударной группы уже никак не потянет. Поэтому я взял вот таких вот золотых персонажей, и мы с вами будем пытаться пройти этих боссов за такой вот отряд. Но прежде чем мы перейдем к бою с боссами, я хочу вас попросить поставить свой лайк под этим роликом. Также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Это очень важно, ведь когда на моем канале наберется 5000 подписчиков, я устрою розыгрыш аккаунта. Офигенного аккаунта с кучей алмазок. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь вы, если у вас несколько аккаунтов в ютубе, подписывайтесь с них всех. Приглашайте своих друзей, родных, близких, всех, кого знаете, чтобы они подписались на мой канал. Можете там писать хоть в инсте, везде, короче, можете писать. И когда набирается 5000 подписчиков, я устраиваю розыгрыш сразу. Вы меня знаете, все четко точно будет. Теперь переходим к бою. Так, первая наша с вами попытка. Посмотрим, что у нас будет. Ставил я снарягу на критический урон Скорпиону. Там, в общем, там очень неплохо должно быть. И пробивание блока, и, в общем, все самое лучшее. Я вам потом покажу, что я, кстати, сюда поставил. Скорпиону и вообще другим персонажам. Но, блин, как бы у боссов иммунитет к длительному урону. Как раз к кровотечению и огню, которая идет по пассивке у Скорпиона. Но, как бы, критический урон никто не отменял. Поэтому у нас, видите, проходит. Все отлично, снаряжение мое работает. Это, конечно, офигенно. Оглушение тоже. Ну, оглушения у них иммунитета нет. Это тоже, конечно, очень приятно. Криты прямо проскакивают максимально. Но, жаль, конечно, не горят они ни огнем. И кровотечения на них не накладывается. Так бы я их вообще прямо жестко вынесу в этом бою за одну попытку. Так, блин, она делает мне спецприем. Все, мне конец. А хотя нет, подождите. Шанс есть, еще шанс есть. Плюс у нас еще два персонажа живых. Давайте мы за Скорпиона до самой последней попытки будем делать первый спецприем. Чисто накладывать оглушение и фигачить критическим уроном, значит. Просто, видите, бесконечное количество раз первый спецприем. Так как я ставил снарягу, вроде бы, которая дает заряд силы. Но бонус к заряду силы. То есть, наши спецприемщики накапливаются как можно быстрее. Блин, не пробил блок. Вот бы набить X-Ray взять нас за кого-то. За шинока, блин, например. Реально, X-Ray набить? И все. И было бы вообще просто максимальная мощность. Давай шинок, пробивай ее. Не помню, что я шинок уставил, но там должно быть все довольно офигенно. Нет, не убивай, не убивай. Все, мощность тебе. Накопил X-Ray за шинока, наконец-то. Проверим твои ребра на прочность. Так, а теперь... А, нет, теперь ничего. Вот бы еще за такеду набить X-Ray. А, время закончилось. Дотянул я, конечно, время, но все-таки... Как для одной попытки, нормально. Тем более, мы с вами проходим с золотыми персонажами, а не алмазными. Так что, очень даже нормально. Как для одной попытки. Тем более, с Абзиро у нас с вами почти уже сдох. А, вообще, можно за такеду больше поиграть, так как такеда у меня самый прокачанный в этом отряде. Ну, мы сейчас поиграем за Скорпиона, а потом все-таки поменяемся на такеду. Он у меня из этой команды самый мощный, самый прокачанный. У него девятое слияние. Так, криты пошли вроде бы нормально. Надо не давать ей ставить блок и постоянно фигачить, чтобы проходило оглушение, значит, и криты. А, давайте, наверное, за такеду накупим второй спецприем и тогда поменяемся. А пока еще за Скорпиона вот так потихонечку будем отъедать ее критами. Скорпион у меня вроде бы всего шестого слияния. Короче, я вам после боя подробно покажу, какая снаряга стоит и какой прокачки точно персонажи. Думаю, кому-то это все-таки пригодится, так как эта башня далеко не самая легкая из всех башен, которые проходили в Mortal Kombat Mobile. Так, второй спецприем. Надеюсь, Сабзира будет умирать. Я очень бы хотел на это посмотреть и был бы очень счастлив. Нет, он не собирается умирать. Видите? Не надо, блин, это второй спецприем был. А у него пассивка, он ее шесть раз может связать. Так, есть... Подождите, она блок не поставила? Она не поставила блок. Нормально. Уже нормально, они почти сдохли. Так, все. Надеюсь, Соня сейчас пойдет умирать. Ты что, не умираешь? Ты вообще офигевшая просто. Блин, она хилится или мне показалось? Так. Давайте на 100% есть. Она сдохла. Сейчас шинок тоже сдохнет. И мы перейдем к третьей попытке. Там грохнем Сабзира. И на этом будет все. С нашим самым трудным моментом прохождения, так сказать. Посмотрим, что нам дадут за эту попытку. Монетки. Ладно. Сейчас все. Последняя попытка. Сабзира убиваем. И все вообще офигенно. Очень классно. В принципе, пройти этот бой с боссами за три попытки, я думаю, неплохо. Тем более таким отрядом. Так. Опять начинаем играть за Скорпиона. Наносить криты. Потом переключаемся на Токеду. И все. Вот. Пробой блока ему. Так. Ну. Посмотрим. Что ты теперь с Сабзира нам скажешь? Со своим вторым спецприемом, который мне тогда ты убил. Токеду вроде бы, да. Он убил нам Токеду. Да, блин. Криты, конечно, это вообще офигенная штука. Иммунитета от них практически никогда ни у кого нету. И их отлично использовать. Вот, все. Победа. Значит, три попыточки. И боссы дохлые. Теперь пойдем смотреть, что нам дадут. О! Карточка. Золотой персонаж игрок в кости шинок. В принципе, это далеко не самое плохое, что нам могло выпасть. Также могла выпасть снаряга. И могло выпасть какое-то говно. Типа персонажей без испытаний. Там, вип Джонни Кейдж, дублер Джонни Кейдж. Хм. Значит. Теперь показываю, что я и на кого ставил. Вот, значит. Я вам хвалился, что у меня Ханзо Хасаши. Он криты. Он самый офигенский. Значит. Поставил револьверы. Что они дают? Вероятность неблокируемых атак. Это когда писалось пробой блока и мы пробивали. Вот. 25% критического удара. Блин. Удара. Вероятность критического удара 25%. Шлем Шаукана. Еще 40% вероятность критического удара. Плюс 35% максимального бонуса к здоровью. И мрачная сущность. Это 20% бонус к заряду силы. И еще 50% повышение шанса критического удара по противнику с кровотечением. В принципе, если б у боссов не было иммунитета от кровотечений, а Ханзо Хасаши практически всегда наносит кровотечение, мы бы их, наверное, за одну попытку вынесли. Реально. С таким шансом крита. Тут бы шанс крита был вообще под 100%. Ладно. С этим мы закончили. Такеда. Значит. Что я на него ставил? Ставил я на него, в принципе, все, что осталось. Родная снаряга кнуты с лезвиями. 15% увеличение урона от атак рентгеном. Это фигня. Значит, здесь в начале битвы имеется шанс наложить кровотечение, но как бы у них был унитет, поэтому это нам не помогло. 15% увеличение урона. Но это нормально. Хоккейная маска. Это бонус к здоровью 35%. И 25% вероятности отразить удар противника, если вы поставите блок. Как видите, я блок не использовал, в принципе, мне это не помешало победить. И рука эндоскелета. Опять бонус к здоровью. И 50% уменьшение расхода силы на спецприем 2. Короче, тут я поставил довольно рандомную снарягу, которая, в принципе, дает тупо здоровье и чуть-чуть урона. Значит, шинок. Шинок. Тигровый глаз кентара. Дает 50% увеличение урона от основной атаки. И увеличение урона по врагам с коротечением и отравлением. Перчатка силы. Бонус к здоровью. И опять вероятность отразить удар противника при блокировании. Амулет шинок. Это родное для шинока. 45% бонус к лечению. Бонус к заряду силы. И 25% вероятности переноса. 50% очков. Урона в здоровье при выполнении спецприема 2. Проценты, проценты. Ну, в общем, так. Прокачка, как видите, максимально старался все качать. Спецприемчики, карты поддержки. И так на каждом персонаже. Что Ханзо Хасаши. Что Токеда. Ну, а на этом все. С вами был DarkX. Пишите свое мнение по поводу данного ролика в комментариях. Либо пишите идеи для следующих роликов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok